Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В последнее время мы наблюдаем очень резкий рост доллара, и многие говорят, что надо покупать доллары, надо покупать доллары. Ну, надо ли это делать, во-первых, а во-вторых, надо ли покупать именно доллары, или можно покупать что-то еще. Дело в том, что можно купить кое-что покруче, чем доллар. Вот в чем дело. И сейчас я поясню. Ну, что значит покруче, чем доллар? Это значит, надо купить то, что будет дорожать в долларах. То есть, смотрите, если вы покупаете доллар, то да, доллар растет по отношению к рублю, и это здорово. И, вероятно, на долгий срок доллар вырастет все-таки к рублю, скорее всего. Но, если мы купим что-то, что вырастет и в долларах, то согласитесь, что это намного лучше. Что же это может быть? Ну, давайте, мне уже кто-то сказал, что хорошо быть умным задним умом, Поэтому давайте будем умным задним умом. Ну, например, в 1998 году выгодно было, очень выгодно купить доллары, естественно, потому что, ну, там был кризис. А вот после 2001 года уже выгоднее было купить не доллары, а недвижимость. Почему? Потому что недвижимость росла в долларах, потому что Путин принял программу ипотечного финансирования, и было понятно, что недвижимость будет расти. И она росла. Она росла в долларах примерно 30% в год. Вплоть до 2014 года. А в 2014 году недвижимость в долларах упала ровно в два раза. И поэтому, значит, в 2001 году надо было покупать недвижимость. И многие мои знакомые делали это. Они покупали, например, две квартиры на этапе строительства. А к завершению строительства продавали одну из них и получали фактически бесплатно вторую. Плюс хватило денег на ремонт, например. Вот, то есть это надо было делать. А вот после 2014 года куда надо было вкладывать? Ну, там был небольшой, так сказать, как бы период затишья. А потом в 2016-2017 году, ну, все знают, что вплоть до ноября месяца выгоднее деньги было держать в биткоинах. Потому что те, кто купил биткоин, те вообще сумасшедшие, да? Вот, так сказать, сумасшедшие прибыли получили. Но в ноябре биткоин резко упал. То есть те, кто купил в октябре-ноябре биткоины, те пролетели со свистом. Вот. А есть ли такие активы, которые росли и в 2001, и в 1998 году в долларах? И в 2017 году. Пусть не так быстро, как биткоин, пусть не так быстро, как недвижимость. Ну, например, там в 2016 году, очень здорово, в 2015 году рос модельный портфель в рублях просто. Там 30% годовых, 20% годовых дал модельный портфель в рублях. А доллар при этом не рос, поэтому модельный портфель был намного выгоднее, чем вложение в доллары. А вот сейчас я покажу тот актив, который рос и в 2010 году, и в 2000, так сказать, там, ну, давно рос. Сейчас я показываю, что это за активы. Элементарно, это активы, которые номинированы в долларах, это акции, акции американских компаний. Сейчас давайте посмотрим, как росли в среднем акции американских компаний. То есть, вот общий совокупный параметр называется индекс S&P 500. Это средняя такая совокупная стоимость всех, ну, 500 самых крупнейших компаний Америки S&P 500. Давайте посмотрим, как он рос. Вот, сейчас вы видите, значит, сайт investing.com, и вот здесь, вот, сейчас я показываю вам, вот, минимум был 797.87. Это был, сейчас скажу, так, когда же это было? В 2009 году, 1 апреля, вот, так. 1 февраля 2009 года 735.09, это был минимум. Вот, 2009 год. Дальше он, посмотрите, да, он падал временами, но сейчас 2871 доллар стоит индекс S&P 500. 2871. Давайте посмотрим еще раз. Ну, предположим, вот здесь вот мы купили по 919, ну, фактически в три раза вырос индекс S&P 500 в долларах, то есть американские акции. А теперь давайте посмотрим, так сказать, не все акции, а какие-то отдельные. Ну, например, выберем Amazon. Акции Amazon за это же время выросли. Смотрите, с 2009 года, в 2009 году одна акция Amazon стоила 80,5 долларов за штуку, сейчас 1952 доллара за штуку акции Amazon. Дальше, давайте посмотрим. Apple, наш любимый Apple. Что такое Apple, вы все знаете, это телефоны, айфоны. Опять же, с 2009 года. Смотрим, акции Apple стоили в 2009 году 19,4 доллара, сейчас 221 доллар, рост в 10 раз в долларах. Ребята, вывод напрашивается сам собой, надо покупать не доллары, надо покупать акции. И лучше всего покупать акции, номинированные в долларах. И вот оно, они росли, и когда у нас росла недвижимость, они росли, когда рос биткоин, они все равно росли. Да, были периоды падения, да, но в чем проблема? А проблема в том, что надо знать, какие акции покупать. Если вы не совсем знаете, какие акции покупать, ну, конечно, тогда лучше покупать индекс S&P 500. Пусть он не так сильно рос, но это уж наверняка. То есть, пока американская экономика не падает, он растет. Потому что, если Amazon взять на пике, например, он может упасть. А если Apple, так сказать, взять на пике, он может упасть. А индекс S&P 500, он усредняет все. Там не может все упасть так резко. Тогда об этом будут кричать на каждом углу. И поэтому лучше покупать не одну какую-то акцию, не одной компании, а сразу несколько, например, компаний. Или есть еще вариант. Надо покупать что-то, что, в общем-то, опирается на акции. И все это как сделать, как купить акции, как купить вот эти вот продукты. Да я рассказываю об этом. Ну, например, вот сейчас прямо можно купить, ну, ноты, структурные ноты на акции четырех компаний. То есть, смотрите, компания, открытие брокер, в частности, подбирает несколько акций и создает такой структурный продукт. И уже не важно, акции растут или падают. Главное, что они не падают очень сильно. На 15% если не падают, то вы получаете стабильный доход в долларах. 10-15% годовых в долларах. То есть, смотрите, вы покупаете не просто доллары, а покупаете активы в долларах. И эти активы растут в долларах. То есть, смотрите, да еще и вы получаете, скажем, когда вы покупаете акции, я забыл сказать, что, например, акции Apple дают дивиденды, достаточно немаленькие, каждый квартал в долларах. Это не учитывается в той цене, это плюс. Вы понимаете? И как купить акции? Ну, для того, чтобы купить акции, первое, что надо сделать, это зарегистрировать брокерский счет и научиться, ну, с ним как-то оперировать. То есть, понять, что это такое, как покупать доллары, как покупать акции, это вполне можно сделать. Купить, например, акции Apple или акции Amazon, зарегистрировавшись через московскую биржу, через брокеры открытия. О том, как все это делается, как это сделать, я рассказываю на своем тренинге, который вот-вот начнется уже 15 сентября. Поэтому я призываю вас просто вот подключиться к этому тренингу, и вы сможете покупать не просто доллары, причем доллары по курсу лучше, чем ЦБ, но доллар может и упасть немножечко. А вот акции американских компаний, например, вряд ли упадут. И просто покупаете акции, получаете в долларах дивиденды, и акции растут в долларах. Вы видели, что, ну вот, Apple там в 10 раз вырос. Ну, посмотрите, еще раз посмотрите. Вот я прямо сейчас переключаюсь снова. Вот Apple, да? Вот смотрите, вот был 19, стал 221. То есть в 10 раз. Давайте вернемся. Вот еще раз. Что у нас там было? Амазон, пожалуйста. Вот он, Амазон. Амазон. Во сколько раз он вырос? 71? Больше, чем в 10 раз. В 20 раз Амазон вырос. Ну, можно посмотреть там Facebook, Google, там все. Это доступно буквально, если вы откроете брокерский счет. В брокерском доме открытие я вам подскажу, как это сделать. Ну, если акции Амазон вы сейчас уже вряд ли сможете, ну, там не каждый может купить 1952 доллара за акцию. Ну, и там порог входа, например, там 10 тысяч. Опять же, ноты структурные тоже порог входа 10 тысяч. Но можно, в конце концов, купить и акции попроще. Здесь можно выбрать. Есть такая площадка через Санкт-Петербургскую фондовую биржу. Там есть масса акций, которые стоят там в районе 100 долларов за штуку. И просто можно определить, можно просто для себя вот такие активы купить. И пока индекс S&P 500 растет, то акции в среднем растут. Если вы покупаете, находите какую-то компанию, которая входит в индекс, то, скорее всего, она тоже будет расти. Поэтому не так уж и важно, какие акции купить. Конечно, лучше купить Амазон, который растет быстрее, чем индекс S&P 500. Есть, которые медленнее растут, но они растут в долларах. Поэтому самый лучший актив, я еще раз хочу вам сказать, что самый лучший актив, это актив, который растет в долларах. Ну, золото, к сожалению, сейчас в долларах не растет пока. Но не исключено, что оно будет расти. И для того, чтобы определиться, что покупать, опять же, надо открыть брокерский счет. Надо следить за этим. И как только вы это сделаете, поверьте мне, вы будете следить за этим. То есть, как только вы купите акции какой-нибудь компании, например, БАСФ или еще что-то, то вы уже будете смотреть, а что там с этой компанией? А БАСФ, например, недавно купила мирового производителя семян. Просто вот все семена в мире, так сказать, там, Монсанто, по-моему, да, Монсанто. То есть, это крупнейшая компания. Пожалуйста, БАСФ ее купила. Это значит, что у БАСФ активы увеличили. Значит, ну, например, акции компании БАСФ будут расти. Аплайт Материалс – это компания, которая поставляет чипы для всех телефонов, для всех компьютеров. Ну, ребята, они, так сказать, ну, как бы, пока компьютеры покупают и покупают в больших объемах, они будут расти. И поэтому, ну, вы как только купите, вы сразу начнете следить за этим, вы будете ориентироваться в фондовом рынке. И вот сейчас как раз наступают времена, когда есть какие-то вот, ну, такие вот колебания, какие-то нестабильность, понимаете, акции, не акции. Надо сохранять свои денежки. Кто-то бежит покупать доллары, а кто-то покупает не просто доллары, а акции, которые номинированы в долларах. И он, те, кто покупает акции, выиграет больше. Еще раз говорю, что как покупать акции? Первое – зарегистрировать счет, надо научиться ориентироваться с ним. Первые шаги, вот, для самых чайников я рассказываю именно на своем тренинге, для вот полностью нулевых людей. И мне говорят, что, а, ты там не рассказываешь, там, ты трейдингу не учишь. Ребята, те, кто учит трейдингу, например, там, Александр Герчик, пожалуйста, 50 тысяч рублей стоит. Мои курсы стоят 5 тысяч рублей. Есть еще, ну, я попозже порекомендую курсы, которые учат трейдингу, тоже на высоком уровне, тоже 50 тысяч рублей. Но, друзья мои, те люди, которые проходили вот эти тренинги, которые 50 тысяч рублей, ну, вы знаете, если у вас нет вообще базовых знаний, если у вас нулевые знания, то вам нужно как раз именно вот тренинг биржа для чайников. Вы узнаете, что такое биржа вообще, что такое брокер, для чего он нужен, там, система защиты, как установить биржевой терминал, как его настроить, куда просто смотреть, куда тыкать кнопками. Дело в том, что, ну, например, самая большая ошибка в мире, так сказать, там, брокерская, там, один человек просто взял и по ошибке он хотел купить, вернее, продать одну акцию за миллион долларов. Вместо этого он убил миллион акций по одному доллару продать. И эта заявка моментально сработала. То есть, представляете, какие колоссальные убытки. Вот чтобы таких убытков не было, надо научиться, по крайней мере, элементарным, элементарным навыкам. Просто ставить заявку, просто грамотно ставить заявку, чтобы не было таких вопросов. Я поставил заявку, а она слетела. Или наоборот, я поставил заявку, а она вдруг не так сработала. Там есть элементарные вот такие вот ошибки. Ну, просто вот я, самая частая ошибка, знаете, какая? Просто вместо того, чтобы купить, люди ставят продать. Элементарная ошибка. Почему они так делают? Ну, вот потому, потому что не туда смотрят. Я об этом, обо всем рассказываю. Элементарные ошибки, которые допускают начинающие, вот, люди, которые занимаются на бирже. И поэтому я приглашаю вас всех не допускать вот этих ошибок, которые будут стоить больших денег. Я расскажу о том, как открыть брокерский счет. Я расскажу о том, как покупать валюту от одного доллара, от одного евро. Можно покупать валюту на бирже по курсу лучше, чем ЦБ. И как, например, вкладывать в акции американских компаний. В конце концов. И как спокойно можно, например, купить ETF, который номинирован в ETF, который опирается на индекс S&P 500. И жить спокойно. Поэтому, друзья мои, вот прямо сейчас вы видите ссылочку. Demetkov.com. Заходите туда. Записывайтесь, пока не поздно. Курс начинается 15 сентября. Будет обычно проходить, да, в течение месяца будет три занятия в неделю обычно. Обычно занятия проходят полтора-два часа. Запись будет. Можно будет задавать вопросы. Будет вестись чат. Будет вестись запись. Поэтому, если вы хотите сохранить свои деньги и промножить, пожалуйста, сделайте вот этот шаг. Я призываю вас к этому. До встречи. С вами был Demetkov Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok